Всем привет, снова здравствуйте! Давайте рассмотрим варианты по прическам, как делать. Вот есть такой уже вариант лепить на саму модель, используя кисти, вот таким вот методом. Нарабатывая, накидывая, углубляя и так далее. Вот есть такой, значит, вариант. Рассмотрим еще парочку, давайте. Так, теперь... Теперь вот у нас есть модель. Ставим Drop Size побольше, нажимаем Ctrl, и вот Ctrl маскируем нужную нам часть, область модели. Заходим в Subtool, находим Extract, уже вам, наверное, знакомый, отключаем дубляж, жмем Extract, все нам подходит, Accept, переключаемся на модель, и вот, используя Ctrl-Shift, выбираем кисть Trim Curve, и вот так вот, еще с задержкой Ctrl-Shift и нажимая Alt, можем вот так вот закруглять, обрезать и так далее. Все, вот у нас получилась такая модель. Она не симметричная. Как исправить это положение? Заходим в Геометрии, находим Modify Topology и жмем Mere Antwalt. Все, вот у нас заготовка подготовлена. Заходим в деформацию и жмем Polish. Вот ее сглаживаем. И можем теперь сделать там Dynamesh, Dynamesh, это уже по ходу дела, но я покажу вам, что вот можно на нее лепить, делать какой-то участок наш волос. Использовать можно разные кисти, клей, можно альфы использовать разные. И вот такая вот прическа у нас может получиться. Также ее можем корректировать с помощью Move. Вот так вот. Где-то глубже подсадить, где-то обрезать, где-то дать объема. Ну вот такой есть метод. Можно накладывать, можно добавлять, углублять. И все на окончание. Так, все с этим мы разобрались. Способ есть такой. Отключим Subtool. Переключимся на нашу модель. Снимем выделение. И давайте рассмотрим еще один способ. Это с помощью вот этой вот курвы. Курвтюб уменьшим Draft Size. Уберем симметрию X. И вот так вот нанесем. Вот сейчас он нам показывает, что нужно отключить или удалить наши дивайды. Перейдем на низший уровень. Вот. Теперь будем с помощью курвы наносить. Настройки курвы в следующем видео расскажу. Вот так можно ее корректировать. Вот. Тянуть. Можно вот так ее полностью передвигать. Чтобы убрать вот эту нашу курву, жмем на модель. И также можем добавить еще одну. короткая получилась. Вот так мы ее установим. И теперь, какой есть способ. Жмем Ctrl и Включаем Z-Modellier. Включим Poly-F. И теперь давайте немножко помоделируем X-Straight и Poly-Loop. Уменьшим Draft Size. И вот так вот. Вот так вот можно поработать с этой моделью. Переключимся на другую Ctrl и и давайте тут точно так же поработаем немножко. Отключим Poly-F. Снимем маскирование. И теперь с помощью Move увеличение Draft Size. Вот так можно доработать наш чуб. Вот. 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 так принцип понятен. Давайте теперь как его от модели отделить. жмем Split и жмем Split to Parts. Parts. Вот у нас появился разбитые sub-tools. и мы так же можем вот эти два sub-tools объединить, используя Merge Merge Down. Вот так они будут выглядеть. Здесь можно тоже потом подкорректировать их. подкорректировать их. Это все мы отключаем. Что еще можно сделать? Можно использовать для причесок. Ну, наверное, для всяких фантастических тварей. с помощью вот этих модификаторов Skype More вот так ее сделаем. Включим прозрачность и переместим в центр головы. Все. Отсюда мы можем плясать. Делать вот такие штуки. И с помощью Move можем их вот так вот корректировать. Переносить. Перенаправлять. И так далее. Можем так же опять драф включить и вот отметить вот эти вот части. И с помощью Move опять же подкорректировать их. Вот таким образом. Так, принцип понятен. Не буду тратить время. Время у меня ограничено для видео. Жмем A Отключаем прозрачность. И вот в принципе у нас получается вот такая заготовка, с которой мы можем теперь работать. Вот что-то такое может получиться. Так, это тоже понятно. Добавляете с разных сторон. Опять же, если что-то вам надо подправить, опять нажимаете A и добавляете еще больше их в разные стороны. Там плетете, как хотите. Так, давайте это все опять отключим. Перейдем давайте опять к модели. И теперь посмотрим, как с мышами можно делать прическу на таких персонажей из мультиков. Открываем сферу. И теперь давайте сайзом поработаем. Это в геометрии. Нажимаем сайз. Вот так сплющим. вот так уменьшим. Вот такая заготовка у нас получилась. И теперь давайте прикрепим на нашу модель. Так, давайте поработаем ротацией. Так. поработаем с ротацией, с перемещением, с уменьшением и так далее. вот мы прикрепили к модели, придаем ей внешний вид. и теперь уменьшим драфт сайз, жмем Move, жмем Control и вот так вот переносим еще одну планированную, копированную часть. выставляем как нам надо. Опять же используем Move, опять же Draw Size, вот так вот. и вот таким образом можно опять же моделировать прическу, переключаться между вот этими частями, снимать выделение, вот такой может появиться внешний вид, вот такую челку можно сделать и так дальше моделировать полностью голову. Так, ну в принципе все, все что хотел показал, дальше вы уже сами практикуйте, сделайте видео, время на видео ограничено, не могу полностью долго что-то показывать, рассказывать, моделировать, уходит время, а трансляции у меня еще не подключены. Все, всем пока, до свидания, ставьте лайк, дизлайк, тоже, connects с с с до м разбой тебя